Администрация сельского поселения Развилковская продолжает вести работу на своей территории. 30 января состоялся отчёт главы о проделанной работе за прошедший год. Какие задачи решены, а какие ещё предстоит решать в текущем году, узнаете из репортажа нашего корреспондента. Прошёл год с тех пор, как Вера Маркина приступила к исполнению обязанностей главы сельского поселения Развилковская. Что же изменилось за это время? Итоги проделанной работы, а также программа «Действие на 2014 год» были озвучены на отчёте главы поселения. 30 января в Развилковской средней школе собрались жители сельского поселения, представители районной и местной администрации. Мероприятие началось с показа фильма о жизни посёлка, а затем глава приступила к докладу, где озвучила основные результаты работы. В 2013 году в деревне Картино проведена работа по замене водопровода протяжённостью 1,7 километра. В текущем году будут разработаны также схемы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и санитарной очистки территории поселения. Проведена реконструкция здания досугового центра и обустройства прилегающей территории в деревне Картино. Осуществлён ремонт автомобильных дорог с асфальтовым покрытием от храма до деревни Ощерина, а также ремонт внутриквартальных дорог, тротуаров и пешеходных дорожек посёлка Развилка. Обустроены детские игровые комплексы у домов 42 и 43 в посёлке Развилка, деревне Дроздово, деревне Картино и спортивная площадка в деревне Слобода. Проведён капитальный ремонт линий уличного освещения в деревне Картино, деревне Мильково. В 2013 году впервые в поселении уделили большое внимание развитию культуры и спорта. В целом все довольны, по крайней мере. Есть ряд недостатков, но преимущества, думаю, перебивают. С стороны молодёжи это выглядит даже очень хорошо. Многих людей приобщают к спорту. Был очень рад, когда построили площадку у колледжа новую. Тоже там частенько появляюсь с ребятами, занимаемся. В текущем году ещё многое предстоит сделать. Развитие уличной дорожной сети, обустройство разворотной площадки в районе Мамоновского кладбища, обустройство разворотной площадки в деревне Слобода, капитальный ремонт дорог в деревне Картино, Мильково и Беседово. Текущий ремонт автомобильных дорог с асфальтным покрытием по деревням Картино, Мамоново, Слобода, Ощерина, Мильково, Дроздово, Беседово. Наряду с положительными изменениями в жизни посёлка, жители отмечают и всё ещё нерешённые проблемные вопросы. К примеру, плохая уборка автомобильных и пешеходных дорог. Улучшился порядок. Вот эти ракушки, вот как я сам вот вижу, автомобильные укрытия, то есть их сейчас нет. Ну, хотелось бы, конечно, лесопарковую зону, чтобы привести в порядок. Вот эти вот незаконные какие-то свалки от гаражей, меня это очень не нравится. Ну, в перспективе бы, я знаю, что это должно быть пруд облагородить, то есть зоны отдыха для жителей посёлка. В ходе мероприятия посельчане обращались к руководству поселения с предложениями. Между 28 и 29 домом там стоят ракушки. Когда идёт автобус 56-й, маршрутки, они в этом месте высаживают людей, детей на проезжую часть. Здесь делать площадку высадки. Высадки. И сделать зебру. Приятным моментом для присутствующих стало награждение. Заместитель главы администрации Ленинского района Иларион Варенник наградил победителей конкурсов, а также отметил самых активных жителей поселения. Лариса Вольнова, Алексей Ильин, Наталья Вуслаева, Видное ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok